На Новый год россияне будут отдыхать 11 дней. В Министерстве труда России определились с выходными днями на 2015 год. Соответствующий проект постановления уже внесен на рассмотрение в правительство страны. Подробнее о каникулах 2015, а также о чем еще пишут сегодня печатные издания страны и области, вы узнаете из обзора прессы. В предстоящие новогодние каникулы россияне отдохнут 11 дней, а в первомайские праздники 4. Об этом пишет российская газета. Так будет, если в кабинете министров поддержат предложение о переносе 3 и 4 января, которые выпадают на выходные, на 9 января и 4 мая соответственно. Если правительство страны утвердит постановление Минтруда, то в мае россияне будут отдыхать с 1 по 4 и с 9 по 11. На День защитника Отечества у жителей страны будет 3 выходных дня с 21 по 23 февраля. И на весенний женский праздник россияне отдохнут 7, 8 и 9 марта, пишут корреспонденты российской газеты. 3% от стоимости проезда за каждый час задержки могут потребовать пассажиры за опоздание поезда с перевозчика, сообщает все тот же источник. Роспотребнадзор разъясняет россиянам, в каких случаях возможно потребовать компенсацию. Так, максимальная сумма штрафа не может превысить стоимость проезда, а время опоздания меньше часа в расчет не принимается. Кроме того, компания-перевозчик может быть освобождена от штрафа, если докажет, что задержка или опоздание поезда произошли из-за обстоятельств непреодолимой силы, устранения неисправности, угрожающих жизни или здоровью пассажиров, возникших не по вине перевозчика. Какие действия необходимо предпринять пассажиры, читайте на страницах российской газеты. К чему приведут продовольственные контрсанкции России? Эксперты газеты МК в Саратове выяснили, что уже подорожали вареные копченые колбасы, растительные и сливочные масла, яйца, сметана, яблоки, сыр. Правда, понизились в цене картофель и маргарин. Снижают и повышают стоимость продуктов пока в разумных пределах – от 50 копеек до 2 рублей за килограмм. Но кроме повышения цен на продовольствие, эксперты ожидают и существенного ухудшения его качества. Об этом читайте в свежем номере МК в Саратове. Саратовцы имеют право не переводить часть пенсии в накопительную и добиваться от лечащего врача бесплатной путевки в санаторий. Певица Корнелия Манго лучезарно улыбается и кажется заряжать своей энергией каждого, кто оказывается с ней рядом. Никому даже в голову не может прийти, что эта темпераментная красотка в ярком купальнике еще полгода назад находилась в жесточайшем стрессе, который закончился реанимацией. Певица дала в теле недели откровенное интервью. Читайте в свежем номере. Чулпан Хаматова так обожала кукол, что до 9 класса носила их с собой в школу. А Евгений Миронов в детстве устраивал с сестренкой кукольные представления для близких. Недавно знаменитые актеры вновь соприкоснулись с миром кукол на съемочной площадке фильма «Синдром Петрушки» по роману Дины Рубиной. О съемках картины читайте в свежем номере теле недели.